В богатейшей 23-летней истории М1 множество поединков заканчивалось зубодробительными жесточайшими нокаутами. Они были на любой что называется вкус. Сногсшибательные бэквисты, брутальные хайкики, страшнейшие боксерские панчи, разрушительные удары в печень, жесточайшие слэмы и броски с прогиба. Были даже такие, в реальность которых трудно поверить. И которые обсуждают до сих пор. К счастью, чаще всего даже после самых тяжеленных нокаутов, повергнутые бойцы быстро приходили в себя и вставали на ноги. Но сегодня речь пойдет о случае, который напугался не на шутку. На турнире М1-челлендж 48, проходившем 24 мая 2014 года в Казахстане, в одном из первых боев сразились два дебютанка. Анвара Мерли, представляющая Азербайджан и носивший боевое прозвище «Волк», и местный боец Серик Тликеев по прозвищу «Разрушитель». Забегая немного вперед, скажу, чтобы бойца больше не выходили в Рейдшим Ван Челлендж, но сумели построить хорошие карьеры в смешанных единоборствах, одержав немало красивых побед. Друзья, в этом году произошло очень много важных спортивных событий. Отгремели чемпионат Европы и Олимпиада, но впереди нас ждет еще немало интересного. Нашим клубом выпал очень любопытный и непростой жребий в Еврокубках. А в смешанных единоборствах нас ждет очень много крутых и зрелищных противостояний. Невероятные эмоции всем болельщикам просто гарантированы, а усилить их можно благодаря отличным предложениям от 1xStavka, благодаря которым вы можете прекрасно провести время и насладиться выступлениями любимых спортсменов. Если вы фанат спорта, поддерживаете любимых атлетов и лучшие в мире команды, то 1xStavka это ваш выбор. Футбол, баскетбол, хоккей, смешанные единоборства и десятки других видов спорта. В 1xStavka найдется все. А еще там вас ожидают интереснейшие акции и крутые призы. 1xStavka. Зарядись классными эмоциями прямо сейчас. Сборство Серика Конакбаева, чемпиона мира, чемпионов Советского Союза, неоднократного, прекрасного великого казахского боксера, который выступал в сборную команды СССР. Хороший, классное имя, такое с чемпионским духом. Посмотрим сейчас, насколько Серик будет непосредственно уже поддерживать энергию этого имени или магию имени кому как угодно. Да, и вот, кстати, возможно, вы обратили внимание, уважаемые телезрители, что когда объявляли Серик Отликеева, также упомянули, что он является чемпионом Казахстана по виду спорта под названием Жек Пежек. Это такой казахский национальный аналог ММА. Хитрит уже второй раз, но и правильно, естественно, он напрашивается на желтую карточку. Это все верно. Рефери четко отрабатывает эпизод. Анвар Амерли дважды нарушил правила. Очень некрасиво непосредственно повел себя в поединке. Дважды не дал возможности Серику бросить. О, посмотрите, вот так вот. Вот это тяжелейший нокаут Серику пришел с Анвар Амерли. Причем еще Анвар добил уже нокультируемого парня, своего оппонента из Казахстана. Добил его еще низкими тяжелыми хаммерфистами, уже полежачему, по сути, спящему в нокауте бойцу из Казахстана. Мы сегодня несколько раз уже видели подобного рода ситуации, когда человек идет неподготовлено, проход в ноги. Здесь еще увидим сейчас на повторах, когда... Колено. Да, спортсмены из Казахстана. Посмотрите, какой тяжелый нокаут. Раскинул руки и пошел, как в борьбе в ноги сопернику, был встречен тяжелейшим ударом коленом. Он все еще спит, представляете, и это очень тяжелый нокаут. Давно такого я не видел. Были, конечно, серьезные тоже падения за последние эфиры, но чтобы... Посмотрите, он уходит, посмотрите. Какой-то даже небольшие судороги. А то сейчас посмотрите, что происходит. Ой-ой-ой. Да, дорогие друзья, вот такие моменты, они, конечно, радости уж точно не прибавляют. И только сожаление и такая горечь. По большому счету трагедии для бойца и для спортсмена, для атлета, потому что чаще всего после таких тяжеленных пропущенных ударов это окончание карьеры, либо травма даже головного мозга. И, конечно, уж точно, знаете, в этом случае, хочется сказать, наверное, врагу и не пожелаешь ни в коем случае. Ну, ребята эти знают, на что идут. Это профессиональный спорт. И для того, чтобы участвовать в подобного рода соревнованиях, надо быть по-настоящему смелым человеком. Здесь риск присутствует всегда. И именно, ну, только самый сильный духом, как раз то, чего вы всегда желаете в конце наших эфиров, могут участвовать в подобного рода соревнованиях. Тем более, видимо, что переживает очень Анвар Амерля. Да, и Серик дрался у себя дома, в столице своей страны. И, посмотрите, сейчас рефери как раз очень любопытно себя и странно ведет. Видимо, просто не очень... Впервые такое вижу. Нет, впервые, видимо, этот человек работает на турнирах. Я тоже так понимаю, и, в общем, видимо, он был настроен ура по-казахстански. Потому что парень, по-моему, местный рефери, как-то себя некрасиво он ведет, закрывая работу нашему уважаемому оператору. И закрывая, естественно, не только работу, но и сам объектив телекамеры. Такое ощущение, что это что-то произошло такое, что-то совсем не в рамках правил и на улице. Представители скорой помощи? Конечно, естественно, но это же очень тяжелое состояние. Сразу же эти моменты я вижу за счет опыта единоборствов. Сразу же я почувствую, что это тяжелейший нокаут, глубочайший. И как бы он ни привел к каким-то очень страшным последствиям. Уважаемый, как раз, рефери из Голландии, который все, ну, по крайней мере, болельщики организации М1. Все уже, естественно, его знают. Очень прекрасный и, по-настоящему, профессиональный рефери, который, он также, насколько я знаю, выступает тоже отчасти и сом-матчмейкером по некоторым поединкам. Человек, который действительно прошел уже, по-моему, там за сотню, может быть, и за две поединков. И он, первое, что он сказал, боец сковал как раз обеими челюстями верхней, меняюсь, да, обеими челюстями, получается, и верхней, и нижней. Сковал вот капу и не дал возможности вытащить капу. Это тоже такая опасная вещь, вы знаете, то, что язык может запасть. И, конечно, всегда необходимо при нокауте вытащить. Особенно при таком тяжелом, глубоком нокауте. Не думается, Ян, вот до этого состояние, вот этого спортсмена довели те самые удары, которые нанес Анвар Амерли уже по нокаутируемому бойцу, который уже, в принципе, был в глубоком нокауте. Еще несколько тяжелых попаданий хаммерфистами по лежачему наносил как раз азербайджанский атлет. Все, слава богу, хорошо. Да, слава богу, 29 лет Сэрик Атликеев оказывается в глубочайшем нокауте. И будем очень желать этому парню скорейшего выздоровления, восстановления собственных сил. Я хочу обязательно не падать духом. И, как человек уже немало достиг единоборств, в моей спорте, по вольной борьбе, этот парень чемпионат Казахстана по ЖЭК-ПИЖЭК, тому самому бою один на один. Серьезный придет Казахстан по ММА, баттли Кубка Казахстана по смешным единоборствам. Этот парень, будем надеяться, еще вернется в клетку или в ринг, или в рейдж и проделает уже более успешную работу. Потому что это поединок был профессиональным дебютом. Да, вот такой профессиональный дебют. Но главное, что пришел он в себя. Хочется в этом случае так оптимистично мыслить и вспомнить, опять же, подобные нокауты, например, в профессиональном боксе. Я вспоминаю всегда нашего настоящего великого уже в прошлом, но который все еще не останется на достигнутом Олеге Москаеве, а прекрасном боксере, который после пяти тяжелейших нокаутов вернулся на профессиональный ринг и стал чемпионом мира среди пацанов в самой престижной версии Всемирного боксерского совета WBS. Нокрутировав там тоже огромное количество по-настоящему крутых боксеров, особенно мне запомнился его нокаут, когда он Хасима Рахмана отправил в глубочайший нокаут, тем самым доказав, что он не просто чемпион, но еще с глубоким таким очень крепким духом война. В этом бою победой нокаутом победу одержал боец из клуба «Сенсей Тим» Анвар Амирни, Азербайджан! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok